В нашем городе День защиты детей принято встречать большим фестивалем Лабутнанги «Адрес детства». Традиционно его программа рассчитывается на целый день, задействует несколько городских площадок, по большей части уличных, и ориентируется на детей разных возрастов и увлечений. Так задумывалось и в этом году, но понятно, что сегодняшняя погода основательно скорректировала эти планы. И все же праздник решено было не отменять, а просто перенести под крышу. Юных горожан любезно приютила первая школа. Как же в итоге отметили День детства в Семилиственницах, расскажет Светлана Кииль. За окном бушует сильный ветер, а детский праздник озарен солнечным светом. Лица маленьких непосед светятся от счастья. Еще бы, наступили долгожданные каникулы, а это значит, что школьные уроки остались позади. Впереди только отдых и веселье. Погода попыталась нам все испортить, но опять же, я хочу сказать, вот с утра звучали такие мысли, вот в Казани там еще где-то отменили, перенесли День защиты детей. Говорю, как можно перенести такой праздник? 1 июня они должны чувствовать все равно праздник. И вот как раз благодаря нашей администрации города, автотранспортному предприятию. Вот праздник вы слышите, вы видите. Деток доставили, праздник начался. Часть мероприятий мы проведем после обеда непосредственно в лагерях, то есть, чтобы туда-сюда детей не катать, конечно, но все-таки, я считаю, праздник состоялся. Спасибо всем огромное. У нас самый дружный и самый прекрасный город. Юных гостей праздника с наступлением пока еще календарного лета поздравили творческими номерами. Добровольческий отряд «Друг» подготовил для ребят национальный флешмоб. Кристина Варваровская уже много лет занимается волонтерской деятельностью. Для нее важно дарить детям радость, окружая их вниманием и заботой. Для каждого счастье свое, но для детей оно особенно. Они же маленькие, они воспринимают это все так. И даже я ребенок, счастье для меня, это, наверное, то, что рядом улыбаются люди, то, что дарят свои улыбки, дарят свое счастье, радость. Счастье, оно огромное, это такое необъятное понятие. Добрые помыслы и благородные дела всегда вознаграждаются. В свой профессиональный детский праздник волонтеры отряда «Друг» получили признание и финансовую поддержку от председателя окружного заксобрания Сергея Ямкина. На протяжении прошлого благоустроительного лета добровольческая команда Центра детского творчества создавала праздник в Лабытнанских дворах. С их ярким участием в городе проходили открытия детских игровых комплексов. Я занимаюсь квиллингом, и мне это очень нравится. А поскольку мне это нравится, я делаю достижения все больше и больше. И участвую в различных конкурсах. И таких, как Галина Давыдова, детей, увлеченных творчеством, наукой и спортом в Лабытнангах очень много. Сегодня лучшие из лучших из рук взрослых за свои старания получили дипломы и подарки. Кристина Данилевская отличилась во Всероссийском антинаркотическом конкурсе. В своей работе через рисунок она попыталась выразить одну единственную мысль – наркотики лишают людей счастья. В вашем понятии, что такое счастье? Ну, это самое хорошее время, когда ты проводишь его с семьей, с лучшими друзьями, счастливые моменты. Ну, не знаю, когда ты, например, готовишь там с мамой, не знаю, ходите вместе в гости, гуляете, не знаю. Вот сегодня день защиты детей. На ваш взгляд, от чего все-таки нужно вас защищать и оберегать? От безопасности, от разных угроз. Потому что всякое бывает в жизни. Вредители – это как самое главное для детей. И не должны оберегать детей своих. Торжественную часть праздника сменила развлекательная программа. В спортивном зале открыла свою работу школа мастеров. Каждый из мальчишек и девчонок имел возможность не только найти себе занятие по душе, но и научиться чему-то новому. Костя Лютиков, к примеру, захотел смастерить своими руками композицию из воздушных шаров. Мы делаем мячи из шариков. Я считаю, это очень интересно занять. Только не всегда получается. Насколько сложно шару действительно форму придать, либо вот что? Я пока что его даже надуть не могу. Ну, не знаю. Самое главное – надо растянуть шар, чтобы он стал помягче. Иногда надуть. Потому что, да, вот эти шары шинемки, они сложно надуваются. Но это все под силу. Было бы желание, а сотворить красоту из подручных материалов в школе мастеров научат. Настя Бажан увлечена флористикой. Цветы она делает из ватных дисков и бумаги. Пару минут кропотливого труда и подростковая фантазия воплощена в жизнь. Мы решили сделать цветочки яркие, красивые. Потому что лета нам очень не хватает. Вот, осталось только высадить из них полян. Высадить цветочную поляну, построить дом будущего с конструктором, смастерить символ детства. Все в одном месте. Юные лабутнанцы получили массу положительных эмоций. Ребятам потрудились на славу. Самое время подкрепиться. Тем более, что в столовой их уже ожидал аппетитный солнечный ланч. Таким вкусным образом детвару с праздником поздравили предприниматели города. А уже во второй половине дня калейдоскоп событий закрутился на спортивных площадках. В этот раз ребятам предстояло проявить себя в игровых видах спорта. Так что первый день лета этим мальчишкам и девчонкам запомнится надолго. Светлана Кель, Эдуард Сахаров, программа «Время местное». Светлана Кель, Эдуард Сахаров, программа «Время местное».